всем привет друзья у микрофона дмитрий паучи мы продолжаем играть с модом элементал на карте вальгуэро давайте же посмотрим кто сегодня попал на доску подписчиков звезда небес пиксель яна грач маргарян артем евдокимов герман гониев я прочитал в комментариях что я не могу одеть так броню из-за того что она не изучена но если честно я просто до этого не сталкивался чтобы у меня одежда появлялась раньше чем открывались инграм и ну как бы окей не могу и не могу но прикол в том что я сходил на последнего босса между сериями и убил его и мне не открылись остальные инграм и почему-то хотя я на этой карте получается убил уже всех боссов какие только возможное видите сколько у меня текан грамм до сих пор закрыта и видимо какие-то инграм и завязаны на модовских каких-то боссов для других предположений нет хотя я не знаю каких еще боссов мы не убили но у меня открылся нагрудник он позволяет мне вот так вот перемещаться по необходимости я могу теперь туса театиса парковать не у себя прям на базе а вот где-то наверху между сериями я копил люминесцентную сетцию много времени провел на базе потому что мне в комментариях постоянно пишут про воздушную манту не про вот эту вот маленькую которая у нас там стоит да а про большую воздушную манту прям как материнский какой-то большой корабль мне стало очень интересно и я думаю что сейчас уже эссенции должно хватать ну посмотрим 591 штука и водной эссенции 781 нам по-любому хватает насколько помню там надо 20 р каталист кристаллов я могу сделать 8 почему так мало закидываем все в эту печку здесь будет все это быстро делаться 20 р катались кристаллов но мы их сейчас делаем эр эссенция 500 у нас и она есть люминесцентная эссенция есть люминесцентная водная эссенция тоже есть и обычная водная эссенция плюс pure air элементал эссенс вот где нужна хорошая эссенция уверенность здоровья 27 мили дэмэдж 22 но это совсем скромно я не хочу переводить ресурсы наверно пролетим сейчас и поищем кого-то воздушного хорошего в идеале конечно найти бы карно или рекса уровня 20 не серьезно каменный окус о карно 95 не то 20 чего же вы все такие мелкие 95 ну в рексов спаунится довольно таки много о карно 20 145 rex я думаю подойдет ну-ка главное чтобы после того как уснет он не получал больше урона вроде бы все нормально это еще что такое меганевры держи prime мы временно отходим на ракция никто напасть не должен по идее приручение 0 процентов почему потому что блин у него не слетела еда сейчас мы быстренько притащим что-нибудь да вот такой вот патент наркотик одну штучку сделаем я думаю будет достаточно ник сюда дружище а вот у него пошло приручение а сейчас пойдет еще лучше по идее но и да не слетает как-то очень странно работают вот эти вот все зелья вейкап зелья не работает не поднимает существо наркотик который должен сбрасывать еду не работает какого хрена да вот здесь написано кнопки out and make you more hungry то есть рекс он почему-то голод не скинула вообще давайте обычный сделаем держи обычный посмотрим сработает или нет вот оглушение повышается а голод нихрена не понижается наконец-то я реально замучился ждать пока он встанет 179 уровень домой урон 24 хп 25 это вот совсем чуть-чуть лучше чем наша виверна все-таки не то но прежде чем доставать из него сенсу прокатимся потому что если сначала достану сенсу то он ослабнет держи седло оставлю тебе prime мне не жалко 6 600 хп 1700 выносливости 790 вес 291 урон сомневаюсь что он покажет что такое супер выдающиеся но все таки это рекс здесь 20 рекс вот как раз рекс на рекса до левая кнопка укус правая выдох причем реально выдох ну давай выдохнем я думал он их оттолкнет но этого не произошло блин по моему меня хотят сломать здесь в воде а сколько вас сколько лосося смотрите жесть какая происходит со всех сторон щемится ну вот через динозавр и отталкивает наносит какой-то небольшой урон отвалите они парные да судя по всему давай выдохни нет неудобный давайте куда-то сюда отойдем что ли эти резинки мне кажется отстают но не сильно ну-ка выдох нихрена он не сделал этот выдох ничем не не помог ну чуть-чуть там что-то оттолкнул причем не те резинозавров хак на килозавра который мне в принципе опасности никакой не представляет с рексом не все понятно баловство наверное он мог бы нам понравится чуть раньше но сейчас у нас есть живка гораздо мощнее пока кристаллы крафтится наконец-таки сделаю себе гриндер мне постоянно про него пишут до ресурсов хватает отлично аккуратненько поставим его прям по линии вот так даже интересно сколько мне упадет различных ресурсов давайте смотреть гринд так не упал естественно но зато упал мне полимер 1600 754 черного жемчуга и достаточно много металла окей все ресурсы на манту готовы давайте крафтить говорят что она очень большая я даже не знаю где ее выпускать дайте все равно вот здесь во дворе выпустим неважно но она не маленькая это сразу можно сказать она огромная и она ну практически поместилась у нас во дворе на ней можно летать без седла до огромная может ли она залетать в воду может то есть воде она себя прекрасно чувствует а вот вылетает как она из воды не могу вылететь вот так через пробел понятно на левую кнопку мыши удар что-то она там эту бомбу что ли сбросила давайте еще раз посмотрим на левую кнопку мыши а уже есть что это было есть некоторый cool down но это очень мощно это очень мощно по остаткам у нее 7500 хп кстати маловато для такой большой 6 600 выносливость вес 2 900 урон 364 я буду урон качать может быть немножко здоровья на правую кнопку она каких-то вот такие маленькие манты как птички летают ах же скач кстати мне собачки не упала вот этот не упал свет они ее убили а свет не упал это не очень хорошо могли вы продумать этот момент минут это вот на левую кнопку мыши атака она очень жесткая максимально носи ничего x ничего alt control ничего пробел ничего то есть ну по идее пробелом должна снижаться но ничего не происходит пробелом она вылетает из воды вот наверх здесь конечно жесть как всегда происходит но очень хорошо но рекса не убила за один раз минус а вот маленькие манты расправились вообще в три секунды припаркую ее тоже здесь на базе нет но припаркую в воздухе так взлетаем где-то вот здесь за доской подписчиков папа шикар могу себе позволить я думаю что пришло время призывать боссов драконов думаю уже пора всего существует 7 видов драконов вот они все семь призывал ок у нас есть можно в принципе их все семьи скрафтить два три четыре пять шесть семь я не знаю насколько они сильные наверно придется какую-то арену построить и мне советовали големов поставить в режим турели в общем-то заморочиться так сказать эти драконы потом комбинируется то есть из двух драконов я так понимаю можно получить какое-то одно существо так же как и охотники есть фэн дракон ледниковый штормовой и паровой соответственно фэн формируется из водного и природного ледниковый из камня и льда штормовой из молнии и воздуха и паровой из огня и воды я себе хочу опять же штормового потому что у него самый большой урон я думаю что стоит найти какой-то каньон закрыть его со всех сторон и убивать в каньоне может быть даже вот здесь да вот в этих местах поставить големов аккуратно на крае в режим турели а вот здесь убивать дракона и он по идее никуда не денется боссы вот так его назову отлично и много бегемотов не надо думаю 45 бегемотов нам за глаза очень надеюсь что драконы не могут ломать каменные бегемоты автоклоуз по идее место хорошее больше ничего делать не нужно где-то вот не знаю какого они размера эти босса наверно голева можно поставить где-то вот здесь надо на краешек вот здесь стой 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 вот так приказать замаскироваться news ренджет а так вот вот этот news ренджет а так ну по сути этому 3 големов должно хватить я ведь могу использовать того голема чья стихия так сказать более чувствительное к тому дракону который я буду убивать ставим наверно первого молнии до минута минута взлечу к в стороночку и посмотрю сначала кем его убивать ох нифига себе нифига себе и чего он добрался добрался до голема так 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 у меня отталкивает на него сесть сел сел и уходим нафиг жесть почему он так сильно бьет я ему ничего не делаю запрыгивай давай на тут жесть происходит баба все стой здесь штормовой ну жив-здоров вроде почему он ему не мыть ничего не делает этому драконова ужас какой-то что происходит да ему должен бить камень шторм я ничего не делаю а вот вот я убью наконец-то наконец-то я убью все хана тебя минус были ну это жесть какая-то была он чуть не покалечил моих големов окей я понял големов надо ставить здесь на пассивке и просто выбирать правильного валяется яйцо же да да пикап чуть не профукал яйцо вот r вызываем есть у него слабость против фен голема до против огня и против природы окей и против парового тоже есть слабость ухты ничего себе что он сделал гаденыш ладно сейчас тебя в шатаю за это иди сюда дружище так спрыгивай нормально да давай уже спрыгивай что у них у всех за привычка такая бам жесть нет им всем хана мои големы реально убийца и последний удар до свидания яичко вот она яичко шикарно водный avenger окей слабость против штормовых ну тебе хана чувак сочувствую дай мне пожалуйста нормально спрыгнуть он смотрите он вообще не реагирует нет реагирует реагирует но он очень слабенький прям очень обычные ванильные боссы это сильнее бам и бам все ледяной avenger слабость против фен голема да и и против парового не проблема кто у нас застоялся давай тебя а по спрыгиваем идем его ввалить блин я больше здоровья потерял верно каков засранец а каков засранец что творит он не заморозил я больше здоровья потерял наверно из того что падал чем он не урона нанесет ну давай уже добивайся два раза осталось ах не хочет он последний удар получать и банк огненного слабость против парового голема так что мы на нем и пойдем так спрыгивай аккуратненько чтобы не умереть пожалуйста ты меньше лечил ок тратил о молодца отца ну совсем слабенько какой-то прям не бой с драконами это какой-то фарм по-другому я не могу это воспринимать очень все это легко проходит а это не камень это нэйча венджер окей у него слабость против штормового что такое происходит кто меня бьет дело фазаур природы серьезно и держи камушек вам да ладно пол хп вам все просто жесть это босс до ставим последнюю призывал ком на этот раз каменную стон авенджер у него слабость против н нать и фэн не будем заморачиваться вот возьмем его а то он застоялся опять ох сейчас он поранится спрыгиваем папа не поранился давай давай иди сюда и получи по голове а а вот у него смотрите урон слабенький но зато подхилились а сейчас охотники начнут спавниться видимо по времени до абсорбит 0 а что это ты на меня глаза свои пучишь а глаза выпучил красная и последний удар нет не последний вот сейчас вот последний что происходит что за взрыв а это raptor забираем яйцо raptor охотник я так понимаю да давай добивайся вейпар хантер да ну что у меня есть все яйца то есть яйца всех драконов эти не буду сюда кидать чтобы не перепутать раз два три четыре пять шесть семь а нам нужно только два яйца сейчас соответственно мы будем делать штормового дракона мы возьмем молния и воздух вот он воздух и lightning вот он вот этих двоих мы будем выводить им подходит абсолютно любая атмосфера но я кину сюда так как я уже привык сюда кидать инкубация две минуты ждем кстати смотрите дракон был 25 яйцо у нас 25 lightning а вот воздушная 135 я надеюсь что когда вот эти два дракона соединяться но если я правильно себя представляю этот процесс что они получат лучшие статы то есть выберут все статы которые лучше из двоих есть так я лайсник есть заклеймить выглядит как виверна реально привязка пошла они растут окей у нас электро виверна нет и возможно у нас не получится вырастить нормально этого дракончика давайте выведем себе огонь и воду и сделаем парового еще дракона есть первых готов поведение отключить блуждания сразу даем дину трекер паучика и второй клеймин сразу же поведение отключить блуждания и даем дину трекер все здесь у нас уровень 50 здесь 130 ну тоже такой дисбаланс у этих взросления 17 процентов то они до сих пор маленькие ведь у них аффинити 0 это потому что рядом нет вивер необходимых допустим если я подгоню вот эту верну то аффинити должно подняться но так как мы будем у нас нет а лайтинговой виверны то наверно займусь я другими дракошками призываем тогда водного и призываем огненного сразу же подгоняем этих виверн сюда вот эти два дракончика виверночки маленькие да они уже выросли а вот эти вот сейчас вырастают вот первая выросла и вторая сейчас тоже сто процентов есть я на них ездить и не могу но у них внутри витя аффинити токен то есть это токены близости застоки acquired by gaining аффинити я не могу их поражать что с ними делать с этими токенами а вот она близость пошла тридцать восемь процентов а вот у этих до сих пор близость ноль потому что рядом нет виверн их элемента есть одна и сто процентов есть есть вторая шикарно это длилось практически игровые сутки задолбался ждать что делать с ними дальше от соточка прокачиваем им урон но так и вот так мне вот интересно если их за собой позову они будут летать или они будут бегать за мной ну-ка ты сюда и вот ты сюда они летают шикарно шикарно блин но это круто смотрится ребята чувствую себя как дайнерис дракона рожденная реально смотрите на это ну сто пудово один в один давайте фас о они закидывают бомбами так давайте давайте ребята идет ли им коллективный опыт мне интересно как долго их надо качать и надо ли вообще этим заниматься ну по идее надо посмотрел на википедии надо их прокачивать у них появляются элементы противоположные какие-то как это смотреть непонятно им нужно обязательно в паре убивать других существ у них должен быть какой-то счетчик блин обязательно летать вы могли бы подойти к нему и сожрать его тушканчик даже не понимает что у него идет охота они настолько криво стреляют что тупо тушканчик не в курсе что его пытаются убить на википедии сказано что по мере того как они будут охотиться и прокачиваться вот у этих драконов будут проявляться новые признаки во внешности то есть у огненного дракона будут проявляться водные какие-то признаки а у водного огненные ну посмотрим я вспомнил что в големах есть зелья опыта и подумал что почему бы не прокачать их сразу этими зельями но я так понимаю что это не даст им нужный нам эффект но это даст ему урон и я смогу их быстрее прокачивать так синенького вижу а где красный где огненный не вижу огненного на вот тебе вот такое зелье 51 вот это я понимаю сразу тебе хпшечки до 10000 хотя бы вот так и остальное в урон по идее мне это должно облегчить их прокачку потому что они будут быстрее убивать и быстрее получать вот совместный вот этот опыт а ну-ка проверим где вы ребята одного вижу огненный отстает почему-то все второго вижу фас эту черепаху ну-ка 169 но это видео потому что элемент не тот да не совпадение элемента есть 845 вот другое дело вас его бронта конечно опасно они своему хвостом по ним попадают но зато с них будет нормального опыта пока я не вижу ничего такого в круговом меню не внутри не снаружи нигде ничего ниже никаких отличий до прокачки и после дима надо качать дальше не представляю сколько нужно времени провести на охоте и как долго их надо вот так вот водить с собой чтобы они соединились в общем-то предстоит этим позаниматься плотно у них в круговом меню появилась гроу по крайней мере у водной и огненной тоже давайте попробуем прожать гроу ну так а тебе давайте обоим прожмем интересно смотрите огненные такие вот по кругу были всполохи огненные а водные водные ну такие более явные и что стоп гроуинг то есть они сейчас растут я так понимаю огненной виверны осталось 20 секунд у водной ну 23 окей так отойдем потом дальше а то вдруг они большие будут и есть это маленький дракоша класс класс это очень круто и еще один маленький дракоша пока что ездить я на них не могу здесь красный кулачок здесь синий по всей видимости надо дальше их водить с собой так сказать на охоту так ну-ка ты и ты тоже пожалуйте отойдите-ка сюда очень быстрые здесь на что осталось то чем вы питались видео да у обоих есть немножко опыта добавим урона а кстати они максимальные стали да до максимальная в круговом меню больше ничего нет видимо надо дальше их водить с собой на охоту я так понимаю ну я думаю мне еще предстоит разобраться что делать дальше с этими дракончиками а у нас пришло время раздать имена жнец получает имя вейпер а туса те утеса теперь зовут кракен на этом друзья серию закончим я надеюсь вам понравилось всем спасибо за просмотр всем пока пока